На днях Новочебоксарске прошло совещание, на котором подвели итоги социально-экономического развития города. Оно прошло в зале городской администрации, в нем принял участие глава Чуваши Михаил Игнатьев. С отчетным докладом об итогах социально-экономического развития Новочебоксарска за первое полугодие текущего года выступил глава администрации города Игорь Калиниченко. Было отмечено, что Новочебоксарск продолжает уверенно демонстрировать позитивные тенденции развития. Так, заметно растет численность населения. С 1 января 2014 года население Новочебоксарска увеличилось на 2 тысячи человек. В городе зафиксирован низкий уровень безработицы. Несмотря на неоднозначную ситуацию в экономике, меры по повышению производительности труда, в том числе за счет открытия новых производств и внедрения новых технологий, обеспечили увеличение среднемесячной заработной платы в реальном секторе экономики в первом полугодии 2016 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 3 процента и составило более 23 тысяч рублей. Промышленный комплекс демонстрирует все-таки положительную динамику. Общеэкономический оборот предприятия крупного бизнеса составил около 17 миллиардов рублей с приростом на 17 процентов к аналогичному периоду прошлого года. Индекс промышленного производства составил 124 процента в соответствующем периоде 2015 года. Отгружено товар собственного производства на 12 миллиардов рублей. Доля Новочебоксарска в общем объеме отгруженной продукции Чуваши – порядка 15 процентов. В обрабатывающих производствах объем отгруженных товаров и работных услуг составил 8 миллиардов рублей. Сохранена динамика поступлений в бюджет налоговых и неналоговых доходов, которые направлялись прежде всего на достижение позитивных результатов в социальной сфере. Стабильно высокие результаты в системах образования, культуры и спорта Новочебоксарска. Активно строятся дома в новых жилых комплексах. По городу на этот год утверждена программа жилищного строительства. В 2016 году в городе Новочебоксарске утверждена программа жилищного строительства в объеме 57 тысяч квадратных метров жилья. За 8 месяцев 2016 года введено в эксплуатацию 29 тысяч квадратных метров жилья, что в 2,2 раза больше, чем за 8 месяцев прошлого года. Хотелось бы отметить, строят строители достаточно качественно, но, к сожалению, у нас есть проблема. На сегодняшний день договорами долевого участия обвязано не более, вот на данную дату, 35-36 процентов вводимого жилья. Одним из основных экономических ресурсов муниципалитета является муниципальное имущество земельные участки. В рамках проводимой инвентаризации на территории города выявлено 125 свободных от застройки земельных участков, общей площадью 319 гектаров. Все они поставлены на государственный кадастровый учет, а 42 из них вовлечены в хозяйственный оборот в текущем году. Также Игорь Калиниченко отметил, что в Новочебоксарске продолжаются работы по благоустройству города, подготовка к отопительному сезону, капитальный ремонт многоквартирных домов, ремонт и реконструкция дорог, дворовых территорий и заездов к ним. Мы на уровне республики уже занимаемся, вот параметры даже бюджета на трехлетний период, мы должны сверстать республиканскую программу капитального ремонта, в том числе по каждому муниципалитету в отдельности. Поэтому на сегодняшний день с мячиками примерно нужно смотреть, вот в этом садике капитальный ремонт 30 лет не проводили, соответственно, мы должны провести 2017. Какая это стоимость? Конечно, в один год сразу не будет, потому что в городских округах эти вопросы задают и в районных центрах тоже эти вопросы задают. Мы только за. Дополнили выступление заместителя председателя Государственного совета Чуварской Республики Николая Малов и заместитель министра экономического развития и промышленности Чуварской Республики. За многолетнюю добросовестную работу, благодарностью и часами от главы Чуварской Республики отмечены работники здравоохранения города, промышленных предприятий, управляющих компаний. Далее состоялась конструктивная беседа, построенная в вопросно-ответной форме. Каждый участник совещания имел возможность задать вопросы и на месте же получить на них ответы.